МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. На 12-м канале новости в студии Денис Уонос. Лично оценил лучший в стране кадетский корпус. В Омске министр обороны Сергей Шойгу. Первые подробности визита федерального чиновника. Перепишут онлайн и оффлайн. В стране стартовала первая в истории цифровая перепись населения. Расскажем, где можно оставить информацию о себе. Не заблудятся. В преддверии Дня слепых незрячие мячи провели рейд по остановкам, которые в этом году отремонтировали по программе «Доступная среда». Я думаю, что человек сможет здесь сориентироваться. Все ли локации получили добро от незрячих и насколько город стал удобнее? Пошли с мячом на Спарту. Омские баскетболистки готовятся к первым домашним матчам нового сезона. Шанс одолеть подмосковного противника оценил Петр Смольников. И сказать спасибо папам. В это воскресенье в России впервые официально отметят День отца. Поздравить родителя можно и на всю страну. Расскажем, как это сделать. Министр обороны в Омске Сергей Шойгу в эти минуты осматривает новый кадетский корпус. Его, напомню, торжественно открыли 1 сентября. Мы получаем кадры в режиме реального времени. Генерал армии уже осмотрел столовую и медпункт. В последнем организовали не только смотровые кабинеты, но и полноценный стационар. Здесь же ребята могут посетить стоматолога. Следующей точкой стал спортивный комплекс. Министру показали бассейн и каток. В Кадетском уже сформирована собственная хоккейная команда. Посмотрят Шойгу и на спальные корпуса. Они рассчитаны почти на 600 человек. Кадетам больше не нужно ютиться в казармах. Для них построили кубрики. В каждом по две комнаты, рассчитанных на два человека. Доложили министру и о том, что новый кадетский корпус построили в рекордные сроки. Всего за 10 месяцев. Все классы оборудованы по последнему слову техники. Воспитанники могут изучать точные науки в лабораториях, моделировать боевые действия, а также пройти десантную подготовку на симуляторе парашюта. Новые подробности визита министра обороны страны в следующих выпусках новостей и на нашем сайте. Принять участие в цифровой переписи омичи могут уже с сегодняшнего дня. Оставить сведения о себе можно на портале госуслуг или же в местном многофункциональном центре. А уже с понедельника по квартирный обход начнут около 3,5 тысяч переписчиков. К самому масштабному подсчету десятилетия готовились заранее. Создали специальные карты с цифровыми списками домов. Их, кстати, более 300 тысяч. Вопросы анкеты остались практически те же. Это полдата и место рождения, национальность сведений о работе. Отмечу, на заполнение бланков на госуслугах уйдет не больше 20 минут. После появится специальный QR-код, который нужно будет предъявить переписчику. Специалисты в любом случае проведут обход всех квартир. Отмечу, каждый из них обязан предъявлять удостоверение и паспорт. Разработано для переписчиков и униформа. Ну а первые данные исследования опубликуют уже в декабре. Потерял полтора миллиона рублей. В Омске очередная жертва мошенников. На этот раз на удочку телефонных дельцов попался руководитель отдела одной из крупных организаций. 46-летний мужчина по сотовому получил предупреждение. Аферисты пытаются оформить на него кредит. Женский голос подсказал, как спасти деньги. Собеседница предложила опередить аферистов. Самому получить в банке заем. А средства для сохранности перевести на безопасный счет. И Омич поверил. Он сказал, что я должен немедленно идти в банк. И сказал, что деньги, судя по всему, находятся сейчас в трансферной зоне. И в ближайшее время указанное лицо, доведенное, их может забрать. Поэтому нужно быстро аннулировать кредит. Необходимо поступить следующим образом. То есть пойти в банк, взять кредит на такую же сумму. И якобы предыдущий кредит он этим заменит. В итоге Омич успешно оформил первый кредит и отправился за вторым. Мошенники заверили, так аферистам наверняка не удастся провернуть преступную схему и втянуть мужчину в долги. Вот только жертве на этот раз повезло. Финансовой организации произошел сбой и заявку на кредит не одобрили. Так что в итоге мужчина потерял полтора миллиона рублей. Силовики завели уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение аферистов. Не зрячий не заблудится, колясочник не забуксует. В Омске началась приемка остановок, переоборудованных в рамках программы «Доступная среда». Для удобства маломобильных граждан объекты оснастили пандусами и тактильной плиткой. В этом году удалось отремонтировать сразу два десятка остановок на средства, выделенные из областного бюджета. Это 20 миллионов рублей. Что, кстати, вдвое больше, чем в прошлом году. Денис Жарков продолжит. Тактильная плитка вокруг опоры освещения предупреждает о препятствии. Остановку поселок Амурский, переоборудованную по программе «Доступная среда», обследует председатель местной организации слепых Глеб Новоселов. Вердикт – объект вполне приспособлен для незрячих, которые научились передвигаться по городу самостоятельно. Я думаю, что человек сможет здесь сориентироваться и понять, где остановочный павильон, где ему садиться в автобус, где пешеходный переход. То есть это все обозначено. Есть информирующая тактильная плитка. В общем, в этом смысле все достаточно удобно. Начиная с 2014 года по программе «Доступная среда» в Омске переоборудовали около сотни остановок. 22 в этом году. Выбирали их на основе заявок, поступивших от организации инвалидов. Сейчас идет приемка объектов. Павильоны еще не успели застеклить. Это сделают до конца месяца, а все остальные работы уже выполнены. В первую очередь это идет об устройстве посадочной площадки, ее асфальтирование, основание, установка бортового камня, павильонов ожидания. Обязательное условие – это тактильная плитка, поручни на пешеходных переходах и устройство ограждения. Вот здесь, допустим, пешеходный переход, он в уровень с асфальтобетонным покрытием проезжей части. Здесь поручни не требуется. Где большой уклон, там требуется. Средства 22 миллиона рублей предоставлены из областного и городского бюджетов. Столько же планируется выделить и в следующем году. Стоит заметить, что неравнодушные мячи могут и сами поучаствовать в создании безбарьерной среды. И требуется для этого только одно – не ставить машину в неположенных местах. По словам незрячих, ничто так не дезориентирует, как неправильно припаркованное авто. Ведь им непонятно, с какой стороны его можно обойти. Денис Жарков, Виктор Осинцев, 12 канал. Специалисты Убертышского гидрометеоцентра рассказали, каким будет ноябрь. Средняя температура в следующем месяце ожидается на 1,5 градуса выше нормы. А вот осадки, наоборот, будут ниже средних показателей. Снег выпадет в конце октября и уже не растает. Но из-за пришедшего в регион бабьего лета сроки формирования снежного покрова могут сдвинуться на 1-2 недели. Что касается первого месяца календарной зимы, декабрь обещает быть холоднее обычного. Впрочем, это только предварительный прогноз. Более точный дадут в конце ноября. Отмечу, что за все время метеорологических наблюдений самой холодной была признана зима 68-69 годов. Тогда средняя температура составила минус 21 градус. А за последние 20 лет холоднее всего было зимой 2009-2010 почти минус 16 градусов. О спортивном характере о мячей расскажут в живописи, графике и скульптуре. В музее имени Врубеля открылась необычная выставка. Она посвящена физической культуре. Среди экспонатов награды и портреты чемпионов и тренеров. Часть предметов привезли из музея спортивной школы «Красная звезда». Так место в витрине занял кубок по конькобежному спорту Аганесса Палыча Крикорьянца. Заслуженный тренер основал в городе фехтовальную школу. Работы художников рассказывают о разных видах спорта, которые у мячей числятся в списке любимых. Это гребля, художественная гимнастика, лыжные гонки и, конечно, хоккей. Эта скульптура Василия Трахенчука, известного нашего омского скульптора, называется «Большой хоккей». И вот с большой долей вероятности она связана именно с нашим хоккейным клубом «Авангард». Правда, «Авангардом» он стал называться только с 80-х годов. До этого у него было много разных названий, включая и «Химик» и так далее. Ну вот «Авангардом» мы его знаем, это фактически бренд нашей Омской области. Омский нефтяник готовится к первым домашним матчам нового сезона. До этого баскетболистки провели две игры на выезде и обошли дубль у ГМК. Впереди встреча с подмосковной «Спартой». В минувшем чемпионате больше везло нашим спортсменкам, нежели гостям. Из трех матчей о мячке взяли два. О расстановке сил между соперниками в преддверии предстоящих игр расскажет Петр Смольников. На предстоящий матч «Нефтяник» выходит в статусе явного фаворита. Старт чемпионата для «Волчиц» выдался удачным. Наша команда впервые в истории два раза подряд обыграла дубль у ГМК. Но четыре очка на «Урале» дались омичкам дорогой ценой. Лидеры команды Мишкарева и Афанасенко получили серьезные травмы. И если в будущих матчах они не выйдут на паркет, вести команду за собой придется, в том числе и новичкам. Пока же среди них наиболее уверенно смотрится Надежда Матросова. А Зайцева, Гринь и Тетеркина еще не до конца адаптировались в омском клубе. «Волчицы» неплохо играют на подборе. Стабильно попадают двухочковые, а вот с трехочковыми бросками нужно срочно что-то придумывать. Что касается соперника, то видновцы крупно проиграли стартовые матчи против Чевакаты, не сумев зацепить у Волжан ни одной четверти. У красно-белых очень молодая команда и в играх с амбициозными соперниками им попросту не хватает опыта. Главное, чтобы этот фактор не повлиял на настрой нефтяника. И тогда сомнений в положительном исходе быть не должно. Сегодня у команды выходной, а в субботу и воскресенье бордовые ждут болельщиков на трибунах спорткомплекса Надеанова. Первый домашний матч 12-й канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции 16 октября в 16.00. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ПС Евкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. В преддверии нового для страны официального праздника Дня отца губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили мужчин региона и пожелали добра и семейного благополучия. Цитирую. Если мама – это всегда любовь, забота и ласка, то папа – это защита и опора для семьи. Пример жизненной стойкости, мужественности и силы воли. У родителя дети учатся ответственности, умению принимать решения и преодолевать трудности. Конец цитаты. День отца, напомню, отметят в стране в это воскресенье 17 октября. Амичей призывают записывать видео и сопровождать его хэштегом. Можно провести зарядку с папой, просто поздравить родителя с его днем, вместе что-то смастерить или же запечатлеть на видео или фото целое поколение – отца, дедушку или прадедушку. Посты нужно публиковать в соцсетях с хэштегами «День отца», «Папа рядом» и «Вместе с папой 55». Также в Омске проведут игровую программу «Папа может». Это будут семейные старты на свежем воздухе. Есть шанс рассказать о любимом человеке на всю страну. В России запустили флешмоб «Папа, я тобой горжусь». Рассказ об интересных, забавных или поучительных случаях нужно записать на видео и отметить хэштегом «Папа, я тобой горжусь». Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа «Теплица в Омске». Крепкие выстоят в любую зиму, гарантируют. Доставка бесплатна, монтаж быстро, только до конца октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. В Омской области проведена кадастровая оценка земельных участков и объектов капитального строительства. Кадастровая стоимость нужна для определения размера налога на имущество. С результатами оценки можно ознакомиться на портале www.rosreester.gov.ru. Омский Центр кадастровой оценки и технической документации принимает заявления от собственников и арендаторов объектов недвижимости о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Обращение можно направить по адресу Краснофлотская, дом 8 или по телефону 4308-33 или 20-12-05. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся мечам традиционных сортов – липовый, цветочный и разнотравья – покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой ассортимент меда свежего и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолегочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм, иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного – в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство свежего урожая мечи могут сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 13 по 18 октября в экспоцентре, остановка «Континент», в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Малунцева. Ярмарка «Белорусская обувь» приглашает о мечей, чтобы подготовиться к зиме. На выбор покупателей сотни различных моделей мужской и женской обуви, в том числе и демисезонной. Качественные материалы обеспечат комфорт в любые холода. Привлекают клиентов выгодные цены. Подробности в нашем материале. Помочь о мечам провести предстоящую зиму с комфортом готовы на ярмарке «Белорусской обуви». На выбор покупателей сотни моделей. Клиентов привлекает не только широкий ассортимент, но и высокое качество. Я сыну обувку выбрала себе. Она хорошая, кожа хорошая. Для нас, для бабушек, как раз нам не холодно. Здесь ребята с отношением хорошим к нам, с таким добром. Мы даже очень рады, что к нам приехали, что искать никуда не надо. Ехать не надо. Все под боком. Каждая из пар зимней демисезонной обуви со специальной нескользящей подошвой. А подобрать подходящую модель всегда помогут продавцы-консультанты. Акцент делаем на проблемные ноги. Так как у пожилых людей выпирают косточки и есть другие проблемы с ногами. У нас вся обувь широкая, мягкая, удобная. А самое главное – легкая. Найти свою идеальную пару и лично оценить качество мечи могут на ярмарке «Белорусской обуви», которая проходит с 15 по 21 октября в спорткомплексе «Красная звезда» по адресу улица Масленникова, 142, дробь 1. А мечи приглашают на ярмарку курток и пуховиков. Здесь представлено тысячи моделей осенней и зимней коллекции. В ассортименте мужская и женская одежда широкой цветовой гаммы. Подробности далее. А мечам помогут выбрать стильную верхнюю одежду. В ассортименте как классические модели, так и современные с оригинальным дизайном. Пуховик или куртка неприхотливы в носке, сохраняют тепло в холода и защищают от дождя и снега. Для выхода в свет идеально подойдет дубленка. Мне очень понравился фасон, цвет. Она легкая. Я подбирала для машины, чтобы можно было удобно сесть в машину. Во-первых, что она закрывает спинку. Мне очень понравилось. Я думаю, что будет очень удобно, мягенько, тепло и уютненько. Обновить зимний гардероб сможет каждый посетитель ярмарки. Размеры представлены от 42 до 74. Обновляют модели каждую неделю. На нашей ярмарке представлен широкий выбор женской и мужской коллекции. Демисезонные зимние буховики, дубленки, куртки и пущи. В этих куртках используется особая мембранная технология, которая позволяет человеку чувствовать себя комфортно практически в любую погоду. Удобную и стильную верхнюю одежду можно выбрать в спорткомплексе «Красная звезда» по адресу Масленникова 142-1 с 15 по 21 октября включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующий выпуск в 14 часов. Хорошего дня. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова